Всем привет! Вы давно ждёте наших экспериментов? Ну так вот, сегодня мы будем исследовать электромагнитные волны. Электромагнитные волны окружают нас всюду. Их излучают телефоны, Wi-Fi роутеры. Но эти волны невозможно увидеть. Но я сегодня вам расскажу, как их можно услышать. В этом нам поможет кассетный плеер. В нём есть очень чувствительная головка, которая улавливает электромагнитное излучение. Но чтобы он стал по-настоящему чувствительным к электромагнитному излучению, его нужно доработать. Для этого мы плеер вначале разберём. Скрываем. Снимаем механизм. Ой, жесть! Надо в этом месте на головке отсоединить экранирующий провод. Тогда головка будет не экранированной и легко улавливать электромагнитные волны. После этого можно его собирать. Сейчас мы послушаем, какие электромагнитные волны излучает обычный телевизор. Пробуем. Слышно характерное гудение. Можно посмотреть, что волны где-то дальше, чем на такое расстояние, они распространяются. От экрана идёт ещё высокое характерное потрескивание. В телевизоре работает отклоняющая катушка, которая с частотой 50 Гц издаёт мощные электромагнитные волны. Вот мы их как раз и слышали. Также немножко слышно частоту 15 кГц. Это работает срочная развертка. Вот, я сейчас слышу как раз. Большим удивлением стало для меня, что пульт и тот излучает электромагнитные волны. Вот, слушайте. Подношу близко к головке и... Нажимаю кнопки и... Беру пульт от DVD, может он не излучает. Сейчас проверим. Слышите? Чуть-чуть другой звук. Но тоже излучает. Сейчас мы послушаем, какие электромагнитные волны излучает обычный ноутбук. Берём наш плеер. Подносим его к ноутбуку головкой. Слышим, что тачк ринз звучит какие-то не очень приятные звуки. Тут тоже какие-то... Что за странный звук? Это, наверное, жёсткий диск здесь находится. За клавиатурой тоже что-то спрятано. Может процессор или что-то такое. Потому что когда я переключаю... Листаю вкладки, то звук меняется. Данные какие-то там, случайно, передаются. Как мы видим, сам экран... Ничего не излучает. Что бы там ни говорили, экран опасен. Но тут где-то у него находится антенна Wi-Fi. Сейчас я вам покажу, включу какое-нибудь видео. О, слышите? Пошли данные сразу же. Сейчас открою бы на весь экран. Очень быстро загружается. Послушаем, что излучает обычная мышка. Подносим её к плееру и... Пищит как мыша. А что ещё можно было ожидать? Да, мышка просто пищит. Как мыша. Сейчас мы послушаем электромагнитное излучение от Wi-Fi роутера. Подносим наш плеер головкой к контейнеру. Слышно, что электромагнитные волны излучаются достаточно на большое расстояние. Wi-Fi сейчас работает с ноутбуком в режиме IPTV. Да, знаю, звук очень громкий. Излучение слишком мощное. Излучение слышно по всей комнате, но так, не сильно громко. Вот можно его уловить здесь, к примеру. Слышите? Чуть-чуть. Даже в соседней комнате немножко слышно. Теперь Wi-Fi роутером никто не пользуется. Но, что самое странное, он всё равно излучает. Только немножко другой звук. Слышите? Какой-то странный звук. Такое чувство, что им кто-то всё-таки пользуется. Сейчас я проверю. Заливали Wi-Fi. Сейчас мы включим видео просто телефоном и посмотрим, как... Слышите? Wi-Fi такой шум издаёт, когда им много пользуется людей. Они телефон же излучают. Слышите, слышите, как телефон? Кошмар. Ладно, вырвай. Как может мозг от него поплавиться? Теперь послушаем, что излучает мобильный телефон. Вложим его на очистительную головку. Включаю кран. И уже какие-то звуки. Слистаем меню. Может, вам слышно, конечно, но звук меняется. Теперь включим Wi-Fi. Посмотрим, как это повлияет на электромагнитные волны. Включаем. Сразу слышно достаточно мощное излучение. Выключим Wi-Fi. Включим мобильные данные. Посмотрим, как излучает у нас... Но, в общем, это очень мощное излучение. Но на большом расстоянии всё равно сильно слышно. Но видно, что на большое расстояние бьёт. Поэтому излучение просто зашкаливает. Распространено в интернете мнение, что энергосберегающие лампочки излучают опасные для здоровья электромагнитные волны. Сейчас послушаем, что они излучают. С помощью этого плеера. Слушаем. Как ни странно, звук есть какой-то. Слышите? Ой-ой-ой. А ну-ка вот это. Это гудит. Это пищит. Это тоже какой-то звук издаёт. Ужасно. Давайте теперь сравним. Вот у нас обычная лампочка накаливания. Классическая. Подносим к ней плеер. Ничего нет. Значит, действительно экономики излучают. Но не так уж и сильно. Наушники тоже излучают. Прислоняю к головке. И... Музыка. Электромагнитные волны, модулированные музыкой. Усилитель Odyssey. Зарядная от ноутбука. Зарядка от телефона Nokia. Подключим телефон на зарядку. Слушаем. Звук поменялся. Отключаем. Зарядная от фотоаппарата Canon. Странный звук. Выберем аккумулятор. Выяснилось, что почти все электроприборы излучают электромагнитные волны. Даже пульта телевизора и наручные часы. Wi-Fi и телефон оказались самыми мощными источниками электромагнитных волн у меня дома. А лампочки накаливания и утюг вообще не излучают электромагнитных волн. В следующем видео с этим плеером мы прокатимся по улицам города и проверим, насколько же наш город загрязнен электромагнитными шумами. Продолжение следует... Продолжение следует...